Брать статьи с иностранного сегмента интернета. Находим статью, переводим ее, проверяем ее на уникальность. Если она проходит, мы ее немножко дорабатываем, и получается готовая статья, написанная с нуля. Занимает этот процесс вообще мало времени, но в целом это вообще вариант самый быстрый, можно очень быстро раскрутить сайты, в принципе. Я этим и занимаюсь, и вам буду рекомендовать этот способ. Итого, чтобы начать действие, которое предполагает данный видеоурок, нам нужно иметь готовый сайт, дизайном, который вы выбрали. Возьмем там рецепты, например. Например, тут будут все рецепты, тут будут торты, пироги, салаты. В таком роде вы разделяете ваш сайт. Есть такая штука, как категории. Вот, например, стандартные категории, которые были изначально при добавлении новости. Вы просто выбираете категорию, одну или несколько. Желательно одну для удобства. И таким образом у вас будут уже разделенные статьи для удобства вашим посетителям. Так, я немножко отошел от темы. В общем, у нас есть готовый сайт. Из инструментов нам понадобится с вами Google Chrome браузер. Нам нужно будет с вами настроить определенным образом. Давайте с вами определимся. Я буду брать статьи для примера из польского сегмента интернета. Значит, нам нужно будет с вами настроить, добавить язык в Google Chrome польский, чтобы он его определял и предлагал нам его переводить. Зачли в настройки. Сюда вводим перевод, да. Язык. Добавить языки. Польский. Добавляем. Тут мы. Так, предлагать перевести страницы, да. Отмечаем, все готово. Далее, чтобы мы могли искать статьи на польском сегменте интернета, будем искать его в Google. Но Google должен быть не российский, не Google.ru, да, а вот в данном случае Google.pl, вы видите, да. Также любой другой сегмент интернета имеет свой домен, другой, то есть, там уже, в принципе, это не составит труда найти. Например, Google Испании, да, также загуслили, он вам вывел его. Так, далее. Дальше просто заходим в переводчик, да, Google переводчик. Тут я выбрал, будем переводить с русского на польский. Должны мы искать сейчас какую-то определенную, то есть, даже не статью, а определенный запрос, который соответствует нашей тематике, нашего сайта. Например, я вот выберу сейчас, ну, какой-нибудь интернет-бизнес, да. Давайте пробуем. Так, интернет-бизнес. Он нам на польском языке сделал перевод. Копируем его, да, и вставляем сюда. Нажимаем поиск. Так, что мы видим? Мы видим, как польский Google у нас вывел результаты поиска на польском интернете. То есть, вы видите, да, здесь уже не наш язык. Так, давайте попробуем перевести на русский. Я нажму всегда переводить для удобства. Все. И тут мы уже смотрим, что нам подходит. Пример. 54 идеи для бизнеса, для онлайн-бизнеса. Так, перевести эту страницу, да. Тут мы уже просто смотрим, что нам более-менее подходит. Данная статья не очень она нам подойдет, потому что она заточена в принципе под польский рынок. Тут уже сайты, видите, не наши. Ее мы затрагивать не будем. Так, смотрим дальше. Перевести. Всегда переводить польский поставлю. Так. Здесь все у нас тоже похоже. Какой-то сервис рекламируется, да. Кроме того, что искать в поисковике, да, вы можете зайти на один сайт, а здесь уже смотреть другие статьи. То есть это тоже хороший вариант. Если вдруг вы найдете статью подходящую, которая соответствует требованиям, можете уже отсюда брать все остальные. Давайте попробуем. Так. Здесь также у нас через специальный сервис рекламируется у нас. Вы просто быстренько так проходитесь глазами по статье и смотрите о чем примерно данная статья. Так. Также не забывайте вот, например, тут говорится о валюте вот польской злоты называется. к примеру вот, да, если мы пишем что-то про статью, мы должны это все переводить в рубли. Не забывайте это. Здесь тоже не совсем внятно о чем статья. Вот может данный сайт нам в принципе уже не подойдет. Ну, здесь такая уже статья наиболее подходит нам. Крайне мере на первый взгляд. Давайте с вами ее проверим какой-нибудь абзац на уникальность. То есть копируем, да, несколько абзацев, например. И дальше заходим с вами ну, я лично рекомендую на text.ru это биржа контента. Здесь у них есть проверка текстов на уникальность. И здесь довольно-таки быстро происходит проверка. Вы еще не забудьте авторизоваться зарегистрироваться и авторизоваться. вот еще быстрее будет проходить проверка. Вот мы сюда вставляем текст, да, уже на русском языке. Также можем сразу наблюдать сколько у нас символов без пробелов, и всего символа. Это иногда важно знать. Нажимаем проверить уникальность и ожидаем так. Должен в принципе сейчас быстро проверить. Иногда бывает очередь большая какая-то. Бывает долго ждать, но как правило все равно проходит быстро. Проверка как бы она поверхностная здесь. Но все равно если уже статья есть, она выдаст нам не оригинальность. Здесь как мы видим уникальность 100% значит скорее всего эта статья не использовалась где-то в русском сегменте интернета. И поэтому мы просто можем сейчас с вами уже с ней работать. То есть когда вы это все уже будете работать не первый день так скажем у вас все пойдет на автомате. То есть сейчас мы с вами знаете как сделаем мы с вами давайте создадим документ Word например так мягкий знак почему-то сейчас не работает пока идет запись с экрана ну ладно пусть такая так остается так здесь уже в принципе мы копируем данный текст можете в принципе вот так вот взять просто и так вот скопировать а там уже удалить то что не нужно потому что в Word он нормально примерно так же и копирует как на сайте все допустим это убираем вот этот убираем это мы уже позже посмотрим итак вот у нас есть с вами статья она сразу скажу не совсем сейчас для человека ее нужно немножечко подредактировать то есть в любом случае как бы вы статьи на свой сайт не приобретали допустим написали сами перечитали купили или заказали статью вы ее тоже обязаны перечитать потому что не нужно не зная что выкладывать на свой сайт и так же здесь вы ее скопировали прочитываем если видим что-то ну вот написано вообще не нашим языком мы конечно же это изменяем в принципе этим сейчас мы с вами и займемся и так начинаем давайте читать ее идея для успешного интернет бизнеса если вы хотите чтобы интернет бизнес сгорел тоже сразу кажется странным это предложение то у вас должна быть идея и не только какая-то потому что конкуренция огромная так как я понимаю это предложение если вы хотите чтобы интернет бизнес ну я так понял пошел в гору к примеру своими словами вы можете так же свое вставлять вот должна быть идея и не и не простая идея потому что конкуренция огромна тем не менее потенциал электронного бизнеса еще больше можно интернет бизнеса и было бы стыдно не воспользоваться этой возможностью в целом если так все прочитать продолжение у нас выглядит нормально то есть переводчик у нас переводит довольно-таки на человеческий язык и нету как раньше переводчики у нас переводили вообще непонятно прям так идем дальше вместо того чтобы работать полный рабочий день лучше избавиться от босса мрачного обязательства вставать с понедельника по пятницу и черных мыслей воскресенье когда мы понимаем что завтра вам снова нужно идти на работу ну не вижу смысла его как-то менять как бы есть возможно такое что считаются они немножечко сложнее чем это было бы написано изначально на русском языке но в целом все равно не надо ничего прямо вникать что-то додумывать все понятно и так сразу же интернет-бизнес это не только шанс на большой заработок но и возможность работать по-своему на своих условиях заниматься любимым делом не стоит ли тогда это попробовать да вот так допустим где начать онлайн-бизнес никакой бизнес будь то онлайн или традиционный не сработает если у вас нет идей и это лучше так не сработает если у вас нет идей и это и это хорошо бизнес-идея это основа на которой вы можете построить бизнес-план и откуда у тебя бизнес-идея и откуда я так переведу нам взять бизнес идею не знаю часть всего бизнес-идея приходит вместе с нашими интересами некоторые люди любят ремесла ремесла слово такое переводится именно вот так вот может быть оно и подходит но имеют хобби может быть деляясь своей работой в интернете приобретают клиентов заинтересованных в таких услугах теорем тоже подойдет но тоже кому как больше понравится количество предложений увеличивается и бизнес просветает кто-то может полюбить гаджет и запустить хороший онлайн магазин электроники представив гаджеты в виде видео обзора на youtube ну да нормально так тут же следующий подзаголовок держите победу над конкурентами с помощью оригинальной стратегии действий держите победу ну я бы допустим сделал облегчил обгоните конкурентов например при поиске идеи для онлайн бизнеса мы не должны отказываться от проверенных способов с помощью которых они сделали это сделали конкуренты так идея для онлайн бизнеса мы не должны отказываться от проверенных способов с помощью которых добились успеха мягкий знак не хочет у меня ставиться успеха конкуренты говорят что выход на конкурентный рынок не очень хорошая идея потому что кто-то другой освоил этот рынок да в целом есть доля правды но мы знаем как действовать как выделяться мы можем использовать проверенную идею для онлайн бизнеса и выйти на прибыльный рынок отломив кусок пирога например для себя конкуренция может быть побеждена потому что никто не идеален вы можете победить ее ценами лучшей маркетинговой деятельностью более эффективным обслуживанием клиентов и прежде всего более высоким качеством есть много способов победить конкурентов потому что вам не следует бояться выходить на рынок где уже работает тот а другой как видим да пока что статья идет довольно таки легко больших изменений делать не надо так полная приверженность или как получить намеченный эффект вот уже что-то другое так или как получить так допустим как достигнуть вот достигнуть тут мягкий знак как бы будет цели например я бы так перевел любая идея для онлайн бизнеса не возникает у нас в голове вы должны знать что одним из основных факторов успеха в электронном бизнесе интернет бизнесе является приверженность эффекты так давайте результаты появляются не сразу допустим их часто приходится ждать неделями или даже месяцами чтобы продолжать заниматься на высоком уровне чтобы оставаться так вам просто он должен нравиться то что вы делаете вот почему электронный бизнес вообще это слово электронный можно просто знаете как сделать взять вот здесь заменить электронный пишем пишем интернет бизнес большая статья и много тех же слов надо переделать просто заменить все делать и готовы так вот почему интернет бизнес вот дети которые решили продолжить свою строительность бизнеса отмечают наибольшие успехи должны ли расходы на интернет бизнес быть высокими то что отличает интернет бизнес от традиционного это безусловно более низкие эксплуатационные расходы многие электронные бизнесы могут да видите электронное слово немножко другое оно уже отличается бизнес могут быть начаты чуть более тысячи злотых в вашем кармане вот тут мы с вами приходим к тому что нам нужно с вами менять валюту то есть злотых мы оставлять не должны мы должны допустим допустим пяти тысяч рублей в вашем кармане иногда и меньше многие новички остались довольны своим собственным сайтом сегодня это может быть даже совершенно бесплатный фейсбук также видите если мы допустим про интернет тематику что-то рассматриваем статьи как правило у них там европе сша допустим у них там фейсбук очень популярен вы можете адаптировать под наш рынок то есть на вконтакте допустим поменять чтобы было актуальнее для нашего региона с вами так идеи здравствуйте или уже упомянутыми обязательствами группу расходов можно уменьшить давайте не знаю статьи ой так ну здесь мягкий знак короче есть так можно уменьшить выполнив работу самостоятельно если вы немного знакомы с социальными сетями сила всем и хорошо или широко понимаем интернет маркетингом вы дешевку понимаете наверное если вы немного deck социальными сетями а или вы знакомы с широко понимаем маркетингом вы сами приобретаете клиентов, которые будут готовы платить за ваш продукт или услугу. Как видите, да, у нас статья идет довольно-таки легко пока что. Всю статью рассматривать я, наверное, не буду, потому что с вами лично, потому что все равно вы будете уже каждую статью рассматривать под своим, так скажем, взглядом и вы будете ее переделывать немножко под себя. В принципе, смысл я вам объяснил, да, тут ничего сложного нету. Некоторые статьи, например, могут быть с картинками. Ну, именно картинки я, наверное, не рекомендовал бы брать здесь, потому что нужно иметь уникальное изображение для своих статей, для своих сайтов. Это очень важно на самом деле. Картинки могут нас выдать, так скажем, поисковику. Нам этого не нужно. Поэтому текст мы можем спокойненько переводить. А вот картинки просто какие-то свои уже доделываете сами. Так. Ну, вот мы с вами, допустим, поработали с этой частью. Заняло у нас с вами, ну, не знаю, минут пять. И, как бы, я вам еще прочитал слух, да, все это пытался объяснить. Минут пять занял, а вообще, ну, минуты две-три уходит на статью. То есть вы не переживайте. По времени немножечко освоитесь, да, и, в принципе, будете очень быстро их штамповать, так скажем. Давайте вот с вами мы сейчас проверим именно то, что мы изменяли сейчас с вами. Как видите, у нас сейчас побольше очередь, чем была в первый раз. Ну, давайте с вами подождем, что он нам выдаст. Так, сейчас проверяет. Все, оно выдает 100% уникальности. А это значит, мы ее можем брать спокойно и публиковать на нашем сайте. Продолжение следует...